Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1362, тема «Разбор выступлений Амросия Юрасова». Книга 2, вопрос 55. Что лично вам ближе, позиция ограждения себя от мира каменными стенами или сопереживание проблемам, которые мучают людей? Отвечает Амросий Юрасов. Апостол Павел говорит Римлянам 12.15 «Радуйтесь с радущимися и плачьте с плачущими». Священник, хотя и кажется, что он внешне отгорожен от мира стенами, полностью участвует в жизни каждого человека. Представьте себе корабль. На палубе стоит человек, борт корабля отгораживает его от моря, где люди тонут. Если он имеет все необходимые средства для спасения, веревки, багры, он будет спасать людей и спасет многих гораздо больше, нежели бы он просто прыгнул в море и стал там спасать. Он вместе со всеми бы погиб. Чтобы спасать людей, надо знать как. И иметь необходимые средства для спасения. В монастырях этому и обучаются. Это полный ответ на такой прекрасный вопрос. И так думает вся православная церковь на Руси тысячу лет. «Когда случилось кораблекрушение, апостол Павел никого уже не мог спасать, а спасался вместе со всеми сам». Деяние 27.44. Христос говорил проповедь, стоя в лодке Симона и с моря забрасывал сеть на сушу. Юрасов же придумывает своим академическим умом особые притчи, каких не говорит ни один святой отец. Все эти притчи надуманные, не отражающие действительности и направлены на то, чтобы оправдать свою лень и бездействие. В газете изобразили картинку времен перестройки. Владимир Ильич Ленин в заплатанных штанах, печально подперев голову рукой, сидит на капитале Маркса и говорит «А идея-то была правильная». Перефразируя эту картинку, можно сказать так. «Сидит советский батюшка на типиконе и на книжках Юрасова, а перед ним, в кавычках, святая, нищая, погибающая Россия» и надпись. «А идея-то была правильная». «Мне пришлось служить во флоте, а позже учиться в высшем мореходном училище города Риги. И море я видел немного. Отец Самвросий, пользуйтесь сравнениями только из той области, которая вам знакома, как червивые грибы, например. «Церковь – это корабль, вход в который только через истинное трехпогружательное крещение, кормчий Христос, паруса надувает Дух Святой. И с этого корабля, отойнущих в море, уже никто не спасает. Это изображение церкви в виде корабля имеет такой ограниченный характер. Спасение было там, в порту, до посадки на корабль. Ни в одном монастыре никогда за две тысячи лет не обучали тому, как идти в мир и благовествовать людям о Христе. Этим занимаются только у католиков. Когда Иоанна Златоуста влекли в ссылку, то встретившийся на пути монастырь получил указание послать своих миссионеров и к кельтам, снабдив тружеников всем необходимым. В монастырях учат внутреннему созерцанию, смирению, внутреннему деланию. И вы это очень хорошо знаете. 1275 монастырей царской России. Каких миссионеров дали миру? Какое влияние имели на народ? А в это время большевики вели агитацию. Сердца людей склонялись в их сторону. Проповедь шла о земном рае. То есть о гулаге. А монахи, как приговоренные, сидели за монастырскими стенами со своими веревками и баграми. Распустите своих девчат. Пусть они идут и благовествуют миру. Радостную весть о спасении во Христе. За каждую душу, заблокированную вами, вы дадите отчет перед грозным судьею. Ни разу кинжала изножен, не вырвал в защиту твою, и был чересчур осторожен, а это как трусость в бою. Расул Гамзатов Расул Гамзатов